Приветствую вас, друзья! Хочу вам рассказать быль, которая может показаться сказкой. Называется «Исцеление любовью». Одна бабочка болела и перестала летать. Она понура сидела в травке и наблюдала, как ее сородичи весело кружили над цветами, собирая пыльцу. Но всем было не до нее. И только страстно любивший ее мотылек порхал рядом и пытался развеселить больную. Он пел ей песенку о своей любви. «Милая, дивная бабочка, солнышко улыбнись! Я люблю тебя, лапочка, давай с тобой взмоем ввысь!» Но бабочка только вяло изображала улыбку, чтобы не обидеть мотылька. А он страдал не меньше, потому что не мог помочь своей любимой. Рядом в кустах жила мудрая паучиха. И мотылек, собрав нектар с нескольких цветков, прилетел к старой знахарке. Паучиха с удовольствием выпила нектар и, выслушав мотылька, устремила свой взгляд в сторону больной. Она долго и пристально смотрела на бабочку, что мотыльку стало не по себе. Но он терпеливо ждал. После столь длительного гипноза паучиха, отведя взгляд от больной, сказала мотыльку, «Бабочку может исцелить только огонь любви». «А что это за огонь?» Спросил мотылек. «Это огонь, который исходит из любящего сердца, которая не боится даже самой смерти». Мотылек долго думал над словами паучихи, а когда солнце закатилось, он напоил бабочку вечерней росой и сказал ей, «Смотри, любимая, я покажу тебе, как бесконечна моя любовь, и это или исцелит тебя». И с этими словами он полетел на огонь костра, который развел хозяин сада, где все происходило. Мотылек полетел к огню так близко, что крылья его вспыхнули. Когда это произошло, он из последних сил рванулся вверх, и его предсмертный клик, и этот огненный полет отпечались, дались в воздухе. «Это огонь моей любви!» Бабочка, потрясенная, увиденным и пережитым, вспорхнула и полетела. «Ишь ты какой сострадательный!» воскликнул хозяин сада, сидевший у костра. «Будь по моему божественному повелению, свети всем на радость, напоминая об огне любви!» И он дотронулся пальцем до сгоревшего мотылька. И тот очнулся, но уже светлячком. Светлячок и бабочка стали весело кружить в ночном саду, а хозяин сада, сидя у костра жизни, улыбался им и всему, что его окружало, и только покряхтывал. «Ну разве земля не рай?» «Рай, да и только!» А вы, друзья, увидев бабочек или светлячков, вспоминайте об огне любви, который должен исцелять в ваших близких и родных людей. Будьте добры и любимы!